А где и как Вы встретили День Победы? День Победы, как таковой день праздника, мы не знали. Мы когда подошли к границе с Германией, а с их стороны американцы. Мы смотрим, что такое машины с какими-то флагами. А командир, я опять кисляю, через меня все это делает. Открыть огонь! Я передаю. Второй, первый, третий батальон. Огонь по врагам. Как шарахнули они, они сразу развернулись в их. Оттуда выходит флаг. Здоровый американский. И машина одна идет с этим флагом. Что делать? Раз в штаб туда. Опять штаб верхний. Вот так и так. Прекратить. Никаких встреч нельзя. Оставьте их на границе. Оставили мы их. И к нам сюда. Генералитета. Наваривание. Ой, 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 сколько. Это было, понимаете, всего лишь 6-го или мая, понимаете. А уже, а в Дне Победы, уже когда мы приехали в свои, ну, отогнали от нас, от границы это сделали. Оставьте здесь пока. Вот тут мы уже узнали, что День Победы. Ну что, три дня мы пьянствовали. И стреляли вверх. Вот. Было радость. И плакали, и все. Вы сами понимаете. Великий день. И было. Ну, а когда уже приехали сюда, в Россию, ну, мы были обижены тем, что всех стариков в первую очередь дембельзовывали. А в их нет. Мы говорим, мы что, хуже, что ли? А у нас старики все в основном были внутри, понимаешь, за передовыми отрядами, понимаешь. Ну, раз такое дело, чё-то. Уступили старикам-то чё? Нет, я сейчас старик, а тогда-то я не был стариком. Сейчас я женат, а тогда-то холостой был. Вот такие дела. Ещё что-то какое-то было. Как вы думаете, почему началась война? Я думаю о том, что мы были смертью для всего капиталистического мира. Если бы они нас победили, всё, и России бы не было, и всё, что хочешь. Поэтому мы, генерал Ильич, верили в это дело. А ну что же, вы сами понимаете, американский солдат получал зарплату больше, нежели наш офицер. Но они-то шли против народа русского. Им деньги платили, чёрт-те какие. Вот почему и наши господа сейчас теперь начинают вводить полицию. Сократили на две трети армию. Вы смотрите телевизор, нет? Или не обещаете? Две трети армии. Я ещё раз говорю, 140 было атомных бомб, а этих атомных лодок осталось 4. Что мы не делаем против них? Да ничего. Они завтра бросят нам одну бомбу и скажут, что Россия сдалась. И всё. Поэтому вот я и говорю, что вот такое впечатление, что почему они начали. И сейчас они воюют. Вот что вы сказали, что сколько денег заложили. И ваши деньги, или наши деньги. Вы же понимаете? 12 фирм у нас сейчас собирают автомобили и продают в России. Здесь. А почему? Оказывается, это мне разъяснили. Завозить автомобиль готовый очень дорого.